Прошли те времена, когда «Лада», вступавшая в континентальной хоккейной лиге, выигрывала у чемпионов страны. Сейчас команда в ВХЛ и не на самом высоком месте. Тем не менее, недооценивать ее не стоит. Хозяева начали матч активно. И на первых минутах основные события происходили в зоне Ермака. Но все-таки счет в середине первого периода открыл защитник Ермака Александр Шикун. Тольяттинцы создали несколько хороших моментов, но где-то им не хватило точности. В других эпизодах надежен был Ильяс Гафиулин. А в конце первой трети ангарчане увеличили свое преимущество. Артем Икомацких вновь реализовал численный перевес. Переломить ход матча «Ладе» удалось во второй половине второго периода. Чуть больше двух минут понадобилось «Волжанам», чтобы не только сравнять счет, но и выйти вперед. Сначала Филипп Толузаков добил шайбу после броска партнера, а затем пришло время Артема Артемова, оформившего дубль 3-2. В конце второго периода тольяттинцы на 4 минуты получили преимущество в одного игрока, но реализовать его не смогли. Гости же воспользовались одной из своих немногочисленных возможностей для взятия ворот. Денис Игнашин сравнял счет 3-3. За 5 минут до конца противостояния тольяттинцам удалась контратака. Передачу Владимирова прервали, но шайба вновь оказалась у него, и он не оставил шансов голкиперу гостей. 4-3. За 2,5 минуты до окончания третьего периода гости заменили голкипера шестым полевым игроком и заработали большинство. Но тольяттинцы выстояли, одержав победу. Мы предупреждали своих ребят, что это хорошая команда, у которой высокие цели и задачи, она из года в год выставит. Вроде как бы выполнил задание, собирали хороший первый период. Во втором периоде тольятти прибавило очень прилично. Скажем так, немножко не справились с прессингом. Мы где-то, не знаю, то ли испугались, то ли не поверили в себя, то есть провалили. Второй период, конечно, три гола пропускать за практически 5 минут. Не стал брать 30 секунд, потому что, ну что, если что, наконец, в принципе, вроде как бы на лавке. Ну, в лавках, в принципе, жало, что все ребята между собой разговаривали и подбадривали, заставляли. В эту среду в Самаре ангарчане сыграют против местной ЦСКА ВВС. Ангелина Борисова, Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск.